Радио Болтком В 10 утра Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте, вот вопрос такой, у нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы Очень сложные вопросы, это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов Я понял вопрос Да, спасибо В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был господина Сидорко, я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги присутствуют У меня к вам вопрос, а к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться» Вот таков наш закон Добрый день, уважаемые слушатели, начинается программа «Добро пожаловаться» Собственно, предъявлять претензии, задавать вопросы, получать консультации Все это можно на протяжении этого часа По телефону 67212-93-9, 67213-93-9 В качестве модератора такого связующего звена Надо выступать я, Олег Пеком Ну и, конечно, вы можете также писать нам Писать на WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1 Тоже вот именно задавать вопросы, спрашивать, что непонятно Может быть, какие-то в законодательстве или какие-то спорные ситуации Может быть, у вас конфликты с... Ну, дом стоит на земле, который принадлежит владельцу земли И вот возникают какие-то конфликтные ситуации Все, что вот касается быта, жилья, управления вашим недвижимым имуществом Об этом расскажут и вас проконсультируют наши сегодняшние консультанты Это Сергей Сидорко и Аврос Гонтарев Да, добрый день, здравствуйте Добрый день Добрый день Может быть, начнем вот с такого вопроса Мы все наблюдаем сейчас повышение стремительных цен И растут цены, в том числе, на строительные материалы Растут цены на энергоносители И вот каким образом это может отразиться на обслуживании домов, на оказании услуг Приведет ли это к росту, ну вот, подорожанию вот этих вот услуг К чему готовятся жильцам? Ну, давайте начнем с одной части Это цены на поставляемые услуги, так называемые коммунальные услуги Это водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроэнергии Однозначно, что эти цены вырастут Эти цены не зависят ни от кого В пределах домоуправления И они зависят только от того, насколько поставщик данных услуг Сумеет доказать регулятору необходимость повышения цен Так что здесь это будет однозначный рост Это первое Рост стоимости материалов строительных уже сейчас больно бьет То есть сметы, буквально актуальность их может держаться месяц-полтора После этого надо все пересматривать Потому что материалы сейчас начали стремительно расти В своей цене И, естественно, это удорожает ремонт Это удорожает взносы собственников квартир Увеличивает взносы собственников квартир В накопительные фонды, если они хотят делать ремонт Повлиять на это тоже никак невозможно Единственное, на что могут повлиять собственники квартир Это на расход потребляемых энергоресурсов Тепла, воды, ну и электричества Внедряя новые современные технологии То, о чем мы постоянно говорим О том, что нужно утепляться Нужно внедрять всевозможные Имеющиеся сегодня на рынке технологии По энергосбережению Сбережению тепла Сбережению электричества И экономии воды Без этого никуда Обычно аргумент такой Сколько бы мы не модернизировались Цены будут повышать Да, цены будут расти однозначно Но, скажем так Уровень оплаты Тех, кто внедрил энергосберегающие технологии И тех, кто не внедрил Он в разы отличается В любом случае При любом порядке центра Так что здесь, по-моему Даже места для дискуссии нет Нужно срочно заниматься Этими вопросами И нужно их внедрять Это первое И второе То, что, ну, странно Что пока не звучит Никаких разъяснений Со стороны государства Будут ли доступны Европейские фонды В будущем Для В инновации жилья И если будут То на каких условиях То есть что Опять ждем Пока начнется Новый плановый период В ЕС И после этого Начнем разрабатывать Правила пользования Этими деньгами И застопываем процесс Опять на 2-3 года Вот это очень странно Потому что Казалось бы Здесь новшеств Особых быть не может И можно было бы Сейчас интенсивно Готовиться Производить Проектирование Проводить собрание Но Базы для собрания Нету Потому что Не ясно Будут деньги Не будут В каком объеме При каких условиях И это все Тормозит И надолго Да Тут спрашивают Нас слушатели Приходят Я смотрю Приходят Вопросы От слушателей И На какой срок Можно планировать Плановые работы Ремонты Многоэтажного дома Управляющей Компанией На основании Каких законов Спрашивает Человек Ну Все регулирование Оно обозначено Двумя Одним Законом Это закон Управление Жилым фондом И Соответственно С этим Изданным Кабинетом Министров О том Как планируются Работы В каком порядке Они утверждаются И какие работы Нужно Планировать Это все оговорено Вопрос На какую глубину Планирование На какую ты способен Допустим Известно Что лифты Работают 40 лет Но уже на 40 лет Можно готовить Уже Планирование О том Что через 40 лет Вам придется Менять лифты Ну примерно Так Трубы Служат 20 Если это Пластмассовые Современные трубы Порядка 35 лет Через 35 лет Так или иначе Нужно быть готовым Что будешь Менять Как правило Обычно Планирование Ведется На 2-3 года Вперед Исходя из Финансовых Ресурсов Это одно И второе Исходя из того Что принимать Решение На 40 лет Вперед Невозможно Значит Организуется Процедура Принятия Решения По ближайшим Необходимым Работам Все Основаниям Для производства Плановых Работ Являются Первое Нормативные Сроки Службы Отдельных Частей Здания Коммуникации И Другого Оборудования Они все Перечислены В правилах Кабинета Министров И Второе Это результаты Визуального И технического Осмотра Когда В порядке Ежегодных Осмотров Либо Оценочных Осмотров Экспертам Выявляются Какие-то Потребности В производстве Ремонта Которые Ну Словно Вне Нормативных Сроков Службы Прошло Какое-то Время После Ремонта Или Коммуникация Отработала Какой-то Срок И Осматривает И обнаруживает Что Есть Необходимость В ее Замене Либо В ремонте Ну Тогда Планируется Ремонт Я Напоминаю Что Телефоны Нашего Прямого Эфира 6 7 212 93 9 6 7 213 93 9 Задавайте Вопросы Пишите нам Ватсапе И еще Наверное Один Вот вопрос В какой В одной из передач Прогнозировали Падение цен В сентябре Можно же Отложить Ремонт По завышенным Ценам Я не знаю Иронизирует Человек Или нет Но Я не знаю Кто Прогнозировал Я пока Только вижу Реальный Рост Цены И судя Потому что Растут Базовые Цены На Энергоносители Значит Эта цепочка Повышения Только Началась Потому что Сегодняшнюю Цепочку Повышения Цены Строители Объясняют Или Производители Материалов Насколько я читал Объясняют Тем Что После Пандемии Повышился Спрос То есть Они просто Не успевают Удовлетворить Спрос И пользуются Этим Моментом Сейчас Поспевает Рост Цены Энергоносителей На западе Насколько я понимаю Газ Реско Вздорожал Значит Потянет за собой Электричество Значит Потянет за собой Производственные Сдержки Еще будет Дополнительный Рост Я не вижу Давайте Говорить Так Я бы сказал Так Если вы Делаете Реновационные Работы С длительным Эффектом Допустим Утепляете Здание И на долгий Срок Сокращаете Свои Народные Потребления Обращайте Внимание Именно На эту Часть Что вы Получите В результате Что вы Сможете Получить В результате Того Что вы Подождете Сентября И может быть Заплатите На 5 Или 3 Процентов Меньше Здесь Несопоставимые Вообще Результаты И так далее То есть Там Выигрыш Намного Больше Чем Возможные Потери Чем Дольше Мы Я могу Привести Такой Пример Мы В 2005 Году Утепляли 12-этажное Здание И его Стоимость Этого Утепления Была 75 тысяч Лав Это В то Время Сегодня Это Практически В 3 Раза Дороже То же Самое Но Вот вам Пожалуйста 20-летний Рост Цель На строительной Работы Сколько Люди Выиграли Тогда Это Казалось Безумно Дорогим И Сейчас Люди Уже Давно Окупили И Не Мучаются Этим Вопросом Так что Думайте Дешевле По-моему Ничего Но Что Еще Какие Технологии Энергосберегающие Кроме Реновации Здания Вы Могли Еще Назвать Ну Олег Реновация Здания Это Очень Большой Вопрос Можно Просто Говорить Когда Мы Говорим Овеновации Здания Мы Говорим Вроде Было Утепление Утепление Да А внутренние Коммуникации Меняется Полностью Система Горячего Водоснабжения Она Балансируется Делается Более Эффективной Менее Энергоемкой При тех Жих Параметрах Тепла Или Качество Продукта Доставляемого Далее Модернизируется Полностью Система Отопления Обеспечивается Индивидуальная Подача Необходимого Количества Тепла В каждое Помещение И соответственно Оплата По Потребленным Если мы Идем дальше Должны Быть Сделаны И выполняться Определенные Работы По Улучшению Или Усовершенствованию Системы Вентиляции А в продвинутых Проектах Еще и Ставятся Так называемые Рекуперационные Установки Которые Забирают Из Выходящего Воздуха Тепло И Таким образом Подогревают Входящий Воздух То есть Обеспечивается Свежий воздух В помещениях К этому Экономится Достаточно Большое Количество Тепла Практически Неизведанное Поле Это Экономия Ликвины Там Еще Мало Что Делалось Так что Там Очень много К чему Можно приложить Свои руки И Получить Эффект Просто Надо Этим Заниматься А вот Сколько Нужно Планировать Вложений В текущие Ремонты Какие Суммы Какой Должен быть Накопительный Фонд Для того Чтобы Ну вот Понятно Что не сразу Можно выложить Там Такую Большую Сумму Денег Сколько Должны Жильцы Копить Примерно Я бы Сказал Так Накопительный Фонд Скорее Всего Должен Быть Такой Величины Чтобы Покрывать Возможные Аварийные Ситуации И Какие-то Невыполненные Обязательства Собственников Ну скажем так Я бы В качестве Примера Сказал Что В среднем По моим Данам 60 Квартирный Дом Если Им нормально Заниматься У него Текущий Долг По коммунальным Услугам Где-то Порядка Тысячи Полутора Тысяч И Это Такая Нормальная Вещь Просто Запоздание Платежей Ну смещение Платежей Со стороны Жителей Значит Этот фонд Должен Это перекрывать По своему Объему Он На эти Деньги Никуда Не Пропадают Они Уходят Возвращаются И это Постоянно Круговора Второе Вот Давайте Возьмем Самое Болезненно Это Система Если Система Отопления Особенно В сезон Что-то Из элементов Выйдет Из строя Значит Ну это Вы представляете Это не горячая вода Которую можно Потерпеть В конце концов Недели Две Значит У вас Должен быть Достаточно Запас Денег На ремонт Авровидный Ремонт Системы Отопления Теплообменник В сведениям Стоит Полторы Две тысячи Евро Насос Стоит Повядка Тысяч Полутора Вот Считайте Что Три-четыре Тысячи У вас На счету Должно Быть Постоян Это Тот Аварийный Запас Денег Который Вам Обеспечит Ну Вещение Всех Непредвиденных Вопросов Далее Если Говорить О ремонтах Ну Я бы Сказал Так Вы же Сами В самом начале Сказали Растут цены На строим Материалы Сколько Ни копей Это Как Было В советское Время С покупкой Запорожца Стоил 800 Рублей Накопил А он стоит Уже Полторы Тысячи И так До бесконечности Поэтому Скорее Всего Если Вы планируете Серьезные Строительные Работы Которые Требуют Не одного Десятка Или свыше Десятка Тысяч Евро То Скорее Всего Нужно Думать О кредите Это Более Эффективное Решение Сегодня Кредиты Пока Еще Дешевые Получить Их Проблемы Нету И за счет Кредита Можно Быстро Вещать Насущные Проблемы Дома А потом Просто Отдавать Деньги Это Гораздо Дешевое У нас Есть Звонок Здравствуйте Доброе утро Эффект Дефект Я хочу Сказать Что Все Отказываются От Российских Энергоносителей От Электричества Может Это Результат И есть Что Все Дорожает А Вот Как Там Правительство И власть Думает Нам Что-то Компенсировать Не поднять К миссионерам Да Все эти цены Ну и Такое дело Что Немножко Дворы Надо Приводить В порядок Хотя бы Их не уродовать Вот У меня Березка Я там Насадила Крокусов Все Уничтожил Дворник Да Там Даже Мухоморы Расцветали Осенью Да И вот Сейчас Выкосили Долигу Там За Две Недели И вот Коричневое Грязное Пятно А пусть Там были Ромашишечки Там Трава Не вырастает Даже Пять сантиметров Потому что Она уже Стала Карликовая Да И все Косят И косят Лучше Я эти Ромашишечки Смотрела Нюхала Спасибо Спасибо Ну Давайте Оставим За скобками Политику Почему Где В каких Странах Закупаются Энергоносители Все Таки Я скажу Россия Не является Спонсором Всего Западного Мира Она Торгует Вполне Успешно Всеми Энергоносителями По мировым Ценам Никому Она Подарков Не делает Насколько Я слышал Ну Может Белоруссия Ну Так Давайте Становиться Белоруссия Это для начала А потом Можно ждать Подарков На самом деле Там Ссылаться На Россию Это по-моему Так Да И второй вопрос Ну Мы Помню Что в одной Из программ Затрагивали Конечно О том Что дворник Выкашивает Высаженные Жильцами Цветы Там Крокусы И в результате Получается Что вместо Цветочной клумбы Там вот Грязное Коричневое Пятно Ну Мне трудно Комментировать Эту ситуацию Где Эти крокусы Росли Как они Росли Кто Выкосил Вы знаете Там Когда касаешься Таких Приусадебных Таких Садочков Огородников Там внутри дома Такая каша Вскрывается Как правило Что там Неясно Дворник Ли приложил Руку Или кто-то Из соседей Или Сторонняя фирма Которая Косила Комба Не огорожена Трава Растет Зелень Растет Она Приходит И массово Косит Все территории Трудно Что-то Сказать Обидно Конечно Если Ты сажал А кто-то Скосил Дальше А как Например Договориться Вот если Например Жильцы Хотели бы Сделать Ну Высадить Цветы Вот Хотели бы Ну Предупредить Договориться С Обслуживающим Персоналом Чтобы Ну В вашем Вопросе Заключается Ответ Договориться С обслуживающей Организацией Как это Будет Выглядеть Где Это Будет Расположено Понимаете Там тоже Вот такие Хаотичные Посадки Они зачастую Там Вот мы Березку Посадили Березку Посадили Маленькую Все радуются Хлопают В ладоши Через 15 лет Эта береза Доставляет Большие проблемы Большей части Дома Да А те кто Хлопал в ладоши Они продолжают Радоться Поэтому В данной Ситуации Здесь Очень четко Посыл Договоритесь Обозначьте Огородите И будет Все в порядке У нас еще Один звонок Здравствуйте Доброе утро Вы знаете Нас Цветочный клуб Очень интересно Что-то посадить Как бы многие любят Но потом забывают Что надо полоть Что трава Перерастает Все эти цветы Это никто Не хочет Платить Скажем там Дворнику Дополнительно За то Чтоб она полола Тоже не хотят И вот Считают Что это все нормально К сожалению Посадил Надо поливать Надо полоть И очень часто Спасибо Спасибо Да Еще один Аспект Получается Вот таких Самовольных Посадок Абсолютно верно Потому что Крокусы Насколько мне Известно Это весеннее Растение Там летом Понять Что там Это Ботва От крокусов Это нужно Может быть Специалистом Надо Но Опять-таки Я призываю Так Вообще В принципе Есть Такое Хорошее Снова Проект Богоустройства Вашего Двора Ну Хоть На эскизе Нарисуйте Что вы Где хотите И можно Ли там Это Делать Что Эта Проблема Разрешима И вполне Она Больше Наверное В области Отношений Заключается Еще Один Звонок Здравствуйте Сделайте Радио Только потише Прошу вас Спасибо Господин Федорко Вот вы Говорите Не надо Сравнивать С Белоруссией А почему Вы И не Сравнить Допустим В Белоруссию Реновацию Домов Делают Бесплатно Вообще Ну Я понимаю Что Там есть Определенные Фонды Которые В которые Выделяются Ну А почему В Латвии Например Не за крыши Хотя бы Отремонтировать За счет Взять пример С Белоруссии Вот И все-таки Крыша Это так сказать Основа Основ Ну даже На это Не хватает Так сказать Сообразить Чтобы Отремонтировать Крыши За счет Государства Вот в Белоруссии Могут А здесь Нет Ну Я бы сказал Так Вы неверно Меня цитируете Я не сравнивал С Белоруссией Я сказал Что Россия Делает Подарки Белоруссии Насколько Известно Из прессы Так что Ни о каком Ремонте Подарочном Я не говорил Это первое И То что За счет Государственных денег Делаются Инновации Домов Это не новость И Германия Делала В свое время Применяв Восточную часть Восточной Германии Очень много Другое дело Что Когда мы Говорим Бесплатно Нужно добавить За счет Наших налог Понимаете Даже связанные Вещи Государства Это не какая-то Самодостаточная Структура Которая берет Деньги из воздуха Она берет Налоги И перевернут Пределяет Между Жителями По Важности Проблем Германия Насколько я знаю Да Реновация велась За счет Бюджета Но потом Реновированные Дома Отдавались В пользовании Или в собственность Новым собственникам С учетом Вложений Государств Нечто похожее Происходит И в России Тоже Вроде бы Для жителей Это бесплатно Но на самом деле Это окупается За счет Ну там Скажем Нового строительства И так далее Там своя система Восполнения Этих денег У нас государство Решило Тоже не самый худший Вариант Пожалуйста Используйте Деньги Европейского Союза Каждый раз Каждый раз 12-13-93-9 Телефон Телефон В нашей студии Мы также Принимаем На ватсап Ваши смс И номер Ватсап 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 А вы Не можете Подсказать Какими правилами Где это Написано В каких правилах Понимаете Чтобы я могла Вот сказать Что это вот Существует Такой порядок Вы просите У меня Юридичную Консультацию Я к сожалению Дать не могу Насколько я понимаю Эта обязанность Исходит Из гражданского Закона Но дальше Надо обращаться К юристу Я извиняюсь Я дальше могу Набрать Не юристы А адвокаты Рассказали Что именно так И это Основано На гражданском Законе А дальше Вам придется Обратиться К юристу Я так Сразу Еще один Звонок Здравствуйте Добрый день Господин Сидорко Как вы думаете Все таки Есть наверное Какая-то Тайная Скрытая Причина Почему Очереди Не стояли О том Что вы До этого Сказали Имеется ввиду Реновация В чем все таки Причина Народ глупый Или как Или все таки Есть причина Которой Не говорится Спасибо Я наверное Отвечу Вопросом На вопрос Я уж извиняюсь Сегодня Совершенно Очевидно Если Привился Ты защищен И почему-то Громадная Часть народа Осознанно Не идет Прививаться Причем Делают Из этого Даже Какую-то Самоцель Так что Так же И там Дают Бесплатные Деньги Это Зачем Нам Их Надо Я не знаю Тайных Причин Я знаю Так Что Из 27 Домов Что я Обслуживал На тот Момент 10 Согласились А оставшиеся 16 Ходят С гордо Поднятым Флагом Мы не дали Реновировать Наш дом Вы мне Можете Объяснить Вы собственники Которые Не реновировали Можете Мне Объяснить А почему Вы не хотите Ведь Давайте Так Есть тезис Мы Против Реновации Значит Вы за Повышенную Плату За тепло Вы за Разрушение Дома Вы за Потерю Собственности Так Это голосование Звучит Для меня Для тех же Кто голосует Против Оно звучит Видимо Как-то По-другому Мне бы хотелось Услышать А почему Вы голосуете Против При том Что вам Еще говорят Что все это Будет стоить Пол цены Странно Я не могу Это объяснить Для меня Это странно Может Айвар Может Что-то Объяснить Мы же знаем Мы же В этих всех Собраниях Были всегда Во-первых Недоверие Наверное Недоверие Между соседей Самих Потом Недоверие К дом Прав Недоверие Государства Которое В конце Процесса Даст Эти деньги Это раз Второе Это Большой И сложный Первоначальный Барьер Чтобы вообще Сделать заявку Вы должны Заплатить Проектировщикам Это уже Досягает 10-15 тысяч Если вам Для того Чтобы понять Вы квалифицируетесь Для получения денег Или нет Вам нужно Проголосовать Первое Голосование За 10-15 тысяч Для большой Нагоэтажки Сейчас это Я считаю Что первый Барьер Как этот Барьер Снять Мы тоже Уже В этой Программе Не один раз Говорили О том Что Государство Должно Разработать Типовым домам Типовые Проекты Для Восстановления И все И тогда Все знают Что вот Примерно Плюс-минус Это будет стоить Столько Вот уже Обожающие дома Сделаны Под такое И так далее Это вопрос Недоверия И снятия Первых барьер Потому Именно Из-за того Что Другие города Смогли Эти два Главных фактора Снять Та же самая Лепа И Ваумер Там пошла Реновация Потому что Люди С друг другом Более Знакомы То есть Нет Такого Отчуждения Друг от друга С соседей Они знают Друг друга Уже поколениями Они доверяют Друг друг другу И в том числе И дом правый И так далее И они видят На их примеры У соседов Раз дом Отренировался У другого соседа Два дом То есть Там уже Понятен процесс Вот и все Вот два Главных фактора Вопрос Сергея Как это Сергея Сформулировал Он очень такой Интересный Ну а почему Вы не реновируете Почему вы за то Чтобы платить Больше Так что Никто наверное Над этом Не задумался Ну а я еще раз Повторю Я живу В реновированном Доме При квартире 60 квадратных метров Я за отопительный Сезон Плачу Порядка За 7 месяцев Порядка 170-150 Герра А сколько Платите вы У меня такой вопрос Я уже это Плачу С 2005 Пятого Почитайте Я 16 лет Сколько Сэкономил Вот посчитайте Сколько платите Вы за квартиру 60 квадратов За тепло За сезон Я знаю Что счета Доходят До 100-120 евро За месяц Ну и дальше Рассуждаете Насчет того Что опасно Что они там Все своруют И так далее Я могу Сейчас последний Пример привести Пришли люди С дома Захотели Произвести Определенно Очень толковые Мероприятия Про энергоэффективность В кооперативе Есть визерный фонд Мы финансируем Эти работы Без банковского кредита Без ничего То есть Вот люди Принимают решение Делаем это Мы даем денег И люди там В течение 4-5 лет Эти деньги возвращают Без увеличения Кровоплата Просто за счет Текущих платежей Что сделали В доме Две мудрые бабушки Обошли все квартиры Сказали Что все это Приведет к тому Что они все Потеряют собственность И на этом закончилось Ну вот агитация Вот у меня вопрос К этим бабушкам А что вы там делали Что вы поняли Из тех работ Что вы поняли Из слова Кооператив Кредитует Вы спросили У кого-то Нет Мы составили мнение Прошли гиперактивно Бегать по дому И рассказывать сказки В итоге Два человека Повернули весь дом Наоборот А потом спрашивают А почему У нас еще один звонок Здравствуйте Доброе утро Еще раз Господин Сидорко Я вам назову По меньшей мере Три причины Первая Это нищета Я узнавал В нашем доме Например Средняя пенсия Пенсионеров Этих старушек Про которых вы говорите 300 евро Никаких кредитов Они даже и не помышляют Первая причина Вторая причина Недоверие Никто не верит И я тоже Что сделают Реновацию И вдруг Так сказать Все уменьшится Тарифы подскочат То что вы платите Это пока временно Так сказать Поскольку малый процент То делают Так сказать Эту рекламу Что будут платить Поменьше И Третья причина Я лично Был На собраниях Но я считаю Что это Причина Организационная И я слышал Все эти реплики Которые Произносились На этом собрании Когда я говорю Что надо сделать крышу Допустим Отремонтировать А бабушка С первого этажа Говорит А зачем мне Ваша крыша Меня интересует Дверь Которая у меня Постоянно хлопает Перед дверью И мне Ваша крыша Вообще Не интересует То есть Это вопрос Не глупости Людей А это Психологического Состояния Людей То есть Психологию Надо учитывать Понимаете А Руководящим Людям Которые Должны Вникать Во все это Приходить Так сказать И смотреть Как люди На собраниях Ведут себя И так сказать А им Наплевать на это Им надо Баски делать Заключать Договора Побольше И прибыль Побольше Получать Вот я вам Назвал Три причины Я думаю Вам люди Позволят Спасибо большое Просто у нас Осталось очень мало Времени Чтобы успеть Можно я очень быстро Отвечу Первое Нищета Меня поражает Этот тезис Потому что Нищий человек Способен платить За отопление 600 евро В год При том что Он может платить 200 Он может платить 200 А вот разница 400 евро Которые он сейчас Платит В тупую За ненужное Ему тепло Он мог бы Большую часть Этих денег Направить На оплату ремонта И когда мне говорят Нищие Извините меня Так кто нищий Тот кто берет Бензин Наливает Ведро Платит На бензозаправке И выливает Его в землю Берет следующее Выливает землю Это нищие Я с этим не согласен Во вторых Не надо списывать На пенсионеров Это особая категория Они очень трогательно Относятся к деньгам Они очень внимательно Слушают Да им психологически Труднее Принимать решения И только Но как правило Вот защитники Почему-то нищих Они сами Недалеко не бедны Это первое Поэтому прежде чем говорить О нищете Да Есть очень тяжелая ситуация Да Есть пенсионеры Которых 200-300 евро Да Извест Да Эти люди Тоже участвуют В программах Реновации Но По крайней мере У них есть Какой-то свет В конце туннеля Что пройдет 10 лет Плата за реновацию Кончится И всю ту прибыль Которую Вернее Избыток Свет Который Человек получает За счет реновации За счет Сэкономленного Отопления Он будет получать На Свои удовлетворения Своих Это первое Это долгосрочный Эффект И Поэтому Дальше Я здесь обсуждать Не могу Я могу сказать Тот, кто говорит Про нищету Тут совершенно Прав В том плане Что мы, наверное, Нищие Потому что Мы не делаем Как надо Мы делаем Как себя Пожалеть Скажем так Причем Жалельщики Обычно Не ислагивают Тех Кто стремится Увозить жизнь Людей Ну вот Прозвучало Да Там и про психологию Что вот Не хочет человек На первом этаже Услышать Нужды Да Важно И дверь И крыша Но Если дверь Это банальный вопрос Который можно решить За две минуты Скажем так Ну условно То крыша Это вопрос Психологический Умение людей Договариваться До людей Не доходит Что если течет На пятом этаже Со скорой Притечет до первых Но Это вопрос Разговора И на сегодняшний день Вообще-то Люди должны думать Не о том Где крышу ремонтировать А о том Где они будут Жить лет через 15 20 Потому что Состояние домов Такое Что если сейчас С ними плотно Не заняться И крупно Не вложиться То жить будем В поле В лучшем случае Те у кого будут Деньги В палатке Состояние Состояние домов Заключите Заключите Обеспечьте доверие Но я уверен Такого рода Люди Они выступают На собрании С тем Что нет Мы не будем Никому верить Это все плохо А где хорошо Вот вопрос Такой А кто сделает Хорошо Вот вы Этому не верите А кому Вы верите Почему Вы не выбираете Себе В управляющей Ту компанию Которую Вы верите Вы выбрали Компанию Которую Вы не верите И жалуетесь Что есть Недоверие Ну Хорошая логика По крайней мере Этим можно Объяснить К сожалению У нас время Нашей программы Подошло к концу Я вижу Что есть звонки Очень попрошу В следующий понедельник Вот Звоните сразу Когда начинается программа Тогда мы все Успеем И обсудить И ответить На ваши вопросы Сергей Сидор Кайверс Гонтарев Сегодня были в программе Добро пожаловаться Спасибо большое Хорошего дня И до следующего Понедельника До свидания Всего доброго Радио Болткома